Здравствуйте, дорогие друзья! Да не все так просто в нашей жизни, как и в жизни любого поколения, но пишут, что у нашего поколения очень сложные испытания. От поколения к поколению все больше развиваются там всякие науки, новые возможности, чтобы использовать этот мир для пользы человека, для его удобства. И в результате возрастает человеческая гордыня, возрастает наглость. Люди вообразили, что все уже, все существует, все в руках, все в наших руках, как говорится. Безверие сегодня, возвеличивание человека, все для человека, это все заливает потопом мир. И меняет его суть. Мир так не живет. Ведется война против всех, кто учит Тору. Каждый человек, который хоть немножечко говорит, я что, я ушел в духовность, на него смотрят, как на... Это и есть последнее поколение перед приходом Машеха. Все сложнее, вот обратите внимание, становится с моральными критериями. Что справедливо, что несправедливо, все смешивается. Что добро, что зло. Мы живем в такое время, когда на эти вопросы вообще сложно ответить. Поведение одной группы людей там может оказаться прекрасным на других и неприемлемым для третьих и так далее. Нет универсальных сегодня одобрения модели справедливости и несправедливости. Все размыто. Сегодня так, да. Вне духовного компаса Торе получился такой мир, который получился. Я короткую притчу расскажу. Отец и сын шли по горной дороге, и вдруг сын споткнулся и крикнул там, а-а-а. Там неожиданно он услышал такой же крик с горы, а-а-а. Удивленный сын прокричал, ты кто? И голос ответил, ты кто? Что ты от меня хочешь? Он тут же, что ты от меня хочешь? Рассердившись, он кричит, ты трус? Там сын думает, что кто-то не хочет выходить. Голос также ответил ему. Со слезами на глазах ребенок подбежал к отцу, говорит, что папа там... Папа улыбнулся, громко сказал, ты чемпион. И голос там слышит, он, ты чемпион. Ребенок был очень удивлен. Люди говорят, это эхо. Отец ему говорит. Но по правде говоря, такая наша жизнь. Она возвращает нам то, что ты даешь ей. Наша жизнь отражение наших действий. Все, что мы говорим, делаем, думаем, возвращается к нам. Поэтому, если хочешь увеличить любовь в мире, дари любовь своего сердца другим. Ты хочешь лучше жить, но делай так, что лучше относись к другим. Так написано. Любое наше действие, мысль, слово влияет на материальный мир и вообще на все творение. Каждый раз, когда ты делаешь что-то хорошее, исполняешь заповедь, или наоборот, не дай бог, совершаем грех, мы фактически воздействуем на высшие миры. Мы запускаем... Да, один человечек запускает вот эту систему, которая в свою очередь крутит и воздействует на нас. И возвращает нам наши же действия. Тот, кто совершает добрые дела, мысли, поступки, Творец мира обязательно вернет им добро. Вообще, обратите внимание, сейчас необычное время. Очень какое-то такое, совсем необычное. За необычными событиями, которые мы видим, должны следовать необычная реакция. Так написали мудрецы. Знаменитое выражение Болшемтова какое. Все, что видит человек, все, что слышит, все должно служить ему для самосовершенствования. То есть, если мы видим, что зло в мире увеличивается, значит, мы должны сильнее улучшать самого себя. Сказал Рабин Ахман, каждый должен сказать, весь мир создан только ради меня. Получается, что если мир создан ради меня, то мне нужно все время присматривать за ним, исследовать ход с исправления мира, восполнять недостатки, молиться за них. Это наша работа. Потому что грешник, это не только тот, кто делает зло. Грешником часто называют человека, который выпустил стрелу мимо цели, промазал, короче говоря. Адам, который согрешил, был изгнан из рая, но можно повернуться по-другому. Погнавшись за ложной целью, он изгнал рай из своего сердца. Когда мы вместо духовности гонимся, неизвестно зачем. Когда мы тратим свою жизнь, свою энергию на абсолютно ложные цели, потом подходим, смотрим, а там ничего. Ну, остается сказать только одно сегодня. Есть замечательные слова, которые все-таки дают нам надежду. Если ты веришь, что можно испортить, веришь, что можно исправить. И вот это все в наших руках. Мы что-то портили в своей жизни. Но теперь идет время какое? Время уже исправлять. Сегодня время точно исправлять, потому что уже вот-вот-вот-вот труба зовет, и сейчас Машеях он перед нами. У нас сегодня вечером еще замечательный праздник, Лакбаломер, великий, таинственный праздник. Если успеем, завтра расскажем о нем. А пока, брахава от слаха, хорошего праздника и хорошего исправления.